Вот это вот черешня, это опять же корсено означает, это черешня, она страшная морозобоина, ее никто ни разу не, я не белил, я к ней не подходил, она обросла вот таким образом, хитрым способом, и она, клянусь Богом, в прошлом году еще цвела, ой, в каком прошлом, еще год не кончился, в этом году, и а вот эта ветка, вот видите цветы, на ней планистали в два раза больше, интересно, но это не волчок, можно ее прививать, но уже она была распривита, вот до сюда, вот здесь вот, нижняя часть, почему пострадала от мороза не только верхняя часть, но и нижняя, а у нее сроднилось, вот тот же принцип, сроднились плоды, сроднилась морозостойкость, если я это выдерживал минус 50, а это минус 30, то в сумме получилось, может быть, 35-38, и мороз ударил, и при прямой, и по подвое, падку, зачем взялась эта ветка, потому что, видишь, я сказала, караул, и выбросила вот эту ветку, которая будет достаточно морозостойкая, хотя испорчена челюсть, и плоды будут крупнее, но она уже не замерзнет у меня никогда, вот так вот, это не волчок. Так, на всякий случай, у меня окончается время, еще несколько вопросов, уважаемый Арсен, извините, я не убею по-другому, может, к кому-то другому обратиться, к тому же, этому Халилову, Франку, он вам так объяснит, вот, на ваши вопросы, пока я на один вопрос, как мог, ответил, надеюсь, что ответил. Смотрите, супер-мичуринец, дерево, как дерево, но оно на самом деле погибло вот здесь, это то, что ниже прививки дало вот такие плоды, раз, второе дерево, вот это была прививка, она пожила года два, культурный абрикос, не помню какой, а вот эта пошла ниже прививки, это дикарь, но он дал вот такие плоды, вот, из этого я буду выбирать супер-мичуринец, для мичурца это супер, понимаете, у меня таких деревьев десяток, и, Елена Александровна, будет выбор, надо теперь брать вот эти ветки вот отсюда, вот эти вот, и снова на мичурца, и теперь закреплять эти качества, чтобы был, да, мичурец, но морозостойкость чуть-чуть добавить с помощью следующего поколения, поняли? А качество плодов уже не потеряет, по крайней мере, потеряет, ну, половину случаев не потеряет. Вот это надо заниматься наукой. Ну, что я такого особого сказал? А? Ольга Исакова, что вы там написали? Викитативная гибридизация, лженаука. Процитировали, это самое, в 30-е, 50-е годы было проведено исследование 80 лет назад. 80 лет назад ездили на этих самых, помните, на каких автомобилях? А сейчас что? На месте не стояло, одно только садоводство осталось на месте. Если написано, в 30-е, 50-е годы было призвано, что викитативная гибридизация, значит, просто прививки, это лженаука, ложное направление, значит, 80 лет коту под хвост вообще мы уже, уже только за счёт викитативной гибридизации, да ещё отказаться от дебильной обрезки, от перекопки почвы, всего-то. Ведь тех бы учёных бы не отправили бы в Сибирь или на расстрел, что бы было бы? Среди них нашлись бы те люди, которые я сейчас один боюсь на всей планете, что нет лишних веток. Листочка, ни одного дерева лишнего нет. А как это звучит? Лена Александровна, когда вас пригласят, и вы это скажете на какой-нибудь конференции, я уверен, что придётся вам играть роль такого, знаете. Ну как бы, как бы, нет, не вылазьте, иначе вас пошут так далеко. И даже если вы скажете, вот эти мы растим там в Железовском саду, вот такие вырастают, это совершенно новые сорта, они ничего общего с академиком уже не имеют. И это благодаря тому, что обрезку не делаем, иначе они такие роскошные. Просто вы деревья погибли бы. Вот погибли бы, и всё, если бы он обрезку делал. Но даже этого не поймут. Современная наука. Будет там сидеть ректор Тереми Реджик, и говорит, что, с ума сошла? Наоборот, надо было резать, чем крупнее были бы. Вот как он сказал бы. И вот я тогда, вот это моя коллекция. Это Супер Академик. Это Супер Королевский. Вот, Супер Бай. Супер Серафим. Супер Мичуринский. Цифру видите? Три раза увеличился. Супер Поздний Филиппио. Тут я ни при чём. На готовое. У меня ещё были там фотографии, 118 грамм, 113, 115. Ну, я же не могу всё показать. Кандидаты. Вот, смотрите. Вот. Я его назвал. Да, он в руках у ныне покойного Боднера. Он спас мой сорт. Сожгли к чёртовой матери мой сад, мотоциклисты. Прошли годы. Ходим по его саду. Я говорю, Борисович, я забыл. Какие у вас сорта абрикос? Ёп. Да вот ваш. Я говорю, а что такие мелкие? Я же привёз с Украины, а там банку не влазили. Это, извините, история этого сорта. Так а чё, говорит это, ты б видел, какой урожайщий был. Конечно, мелкий. Вот это кандидат. А это самый перспективный. Должны дойти до 150 грамм. Как я его назвал? Я его назвал. А где тут название? Супер крупноплодный 2П. Ошибся. Супер крупноплодный Железова. Вот он. Теперь. Это сейчас он не дотягивает. Это грамм по 60. Но перспектива громадная. До того страшного момента, когда у меня уничтожили сад, у меня они же выросли до 40 грамм. И тю-тю. А потом смерть. И, наконец, супер десертный Филиппева. Пусть всего 89 грамм. Ну, то есть, фактически 90, да? Пусть. Но у него такой потенциал. Я это называю кандидат в высшую лигу. Супер поздний пианиста. Смотрите. Еще один нашли мы с Елены Александровичем сорт. Единственное, что все, которые знают, где этот сад находится. Вот. Представляете? Это 100 граммовые плоды. Ну, весов не было, и так, поверьте. Вот. И, Елена Александровна, сейчас в наше время нестекло. Я вам вот что скажу. Мне подкупили ваши слова. Будем еще искать. Я тут же полез в свой архив. Вот эта женщина, страшная трагедия случилась только потому, что я ее телефон потерял. Я потом переживал. Я ночами не спал. Это непростые абрикосы. Она скажет, ну, ничего, у вас же еще крупнее есть. Нет. Это персиковый абрикос. Когда она мне рассказала о прививках абрикосов на персики, персики... Вот делайте, ни хрена бога. У нее выросло такое чудо. Представляете? Вот такое чудо. И действительно гибрид. Я бы чокнулся. Что это? Я и чокнулся. Но какая-то судьба привела к тому, что просто исчез бесследный телефон. Теперь где ее искать? Приезжайте, когда будет разгар продажи абрикосов, наверное. Сейчас, правда, все хуже, хуже. Мы с вами видели то. В 16-й год. Сейчас уже такой изобилия нет. Все. И климат не тот, и люди не те. Вот. И деревья стареют. Замены-то нет на молодежь. Тотеров последний там пытается что-то продать. Настоящие персиковые абрикосы. Вот. Вот ее внешность. Как ее найти? Конечно, она не смотрит наши вебинары. Вот. С сайногорцев, ну, два-три их смотрят. Скажут, да я знаю, это тетя Маша или тетя Оля. Может, надеяться на чудо. Одно чудо было, что я с ней познакомился. Вот. Видите? Это настоящие гибриды. Этого не может быть. Когда я слушал, когда я пробовал. Это настоящие гибриды. Представляете? Абрикосы с косточкой персика. Это... Фух. А вот это просто ради интереса. Да, нет у меня ни сил, ни времени. Вы не смотрите, что здесь написано 76 грамм. Это не граммы 76. Это черкнулся этот. Он не выдержал вот этого веса. Это 150 грамм. Вот. Знаете, что здесь написано? Вот. Абрикос, персиков и Людмила. Вспомнил. Господи, боже мой. Людмила её зовут. Ну, по имени всё равно их, наверное, с тысячу или две. Как её найти? Её деревья представляют ценность большую, чем всё, что за 70 лет создал, допустим, этот, имени Лисовенко, этот, Бородовский институт, или Институт аграрных проблем. Тебе вообще ничего не суждали. Понимаете? Людмила её зовут. Вот, посмотрите на это чужое. Я специально написал. А вот эта цифра, ну так, ну свихнулся вот. Сильно плот огромный. Елена Александровна, да только вот эта веточка, она должна стоить не тысячу рублей, тысячу долларов, самое малое. Вот от этой Людмилы. А вот эта я купил в магазине. Заметьте, никакой славы, вот тут уже не свихнулось. 149 грамм и шесть десятых. А эта мне больше всего даже возмутила. Вот. Смотрю. Ёлки-палки. Вылитые персики. А написано, крупноплодный абрикос. Ну, я купил несколько штук для приличия. Принёс домой. Съел косточка персиковая. Ну что, мне идти с ними разбираться? Что, а эту персиковую косточку с таким плодом, 150 грамм. Ей же цены нет, её же надо сразу в землю. Ну, я выкинул со злости, потому что это, землю не дают, никому ни хрена не надо. Приступы хандры. Сейчас бы, может, позарился, а может, высадил бы эту косточку. И меня вот это зацепило. А почему всё-таки они его назвали абрикосом? Ну, косточкой невозможно спутать персиковая косточка, правильно? Косточка персиковая. А если это был гибрид? А если у них абрикосы такие, что уже с персиками, извините, перетрахались? Ну, я так по-дружески говорю, по-свойски, вы не будете обижаться. Да? Перетрахались. Вот такой шанс я упустил. И вот этот я упустил. А иногда хочется всё бросить, как мне. Один из моих зарубежных друзей, зарубежный, почему? Вы посмотрели бы на нашу переписку. Константин Ильич, кончайте мотать себе нервы. У него тоже мои абрикосы растут, там, за границей. Вот. Кончайте мотать нервы. Забудьте обо всём. Живите спокойно. А я сейчас что делаю? Я себя сжигаю. Вам это просто не понять. Вот он. Ещё одна упущенная возможность. Ну, а дальше что? Дальше вопросов куча. Вот. А всё, что я назвал супер, у меня вот таких деревьев, 40 или 50, они или это прививки культурных, или чисто дикари, то есть манджурцы. Всё перепрививки третьего этажа. Галина Александровна, хотите это? Всё так же. Второй будете? А там, куда вы денетесь? Вот. Единственное учёное, которое что-то надо. Вот. Мы с вами всё это перепривём. Двоём. Один режет, другой заматывает. Один режет, другой заматывает. Вешает бирки. Всё, что вот тут было супер, плюс кандидатов. Всё надо привить третьим этажом. Не только сохранить этим, а увеличить вот до этого. Это реальность, ребята. Бай в этом, я не могу успокоиться. Бай у этой сабли. Больше у меня, чем на бай в оказался. 130 грамм. Помните весы? Вот такие же весы. 130 грамм. Бай. Два раза уплотнился. Редактор субтитров А.